Здравствуйте, уважаемые зрители! Новый учебный год для российских школ станет во многом революционным. Какие нововведения, изменения грядут в ульяновских школах, сегодня нам расскажет министр просвещения и воспитания Наталья Владимировна Семенова. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Добрый день! Вот уже прям с сентября будет внедрён обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт, золотой стандарт, как говорят, да? Что нового в связи с этим стоит ждать педагогам, руководителям учебных заведений? Расскажите вот об этом. Ну, я бы не стала говорить, что год будет революционным. В образовании всё планово совершенствуется, меняется исключительно в лучшую сторону. Если говорить о стандартах, да, действительно, это обновлённые стандарты, коснутся они не всей линейки классов, а 1, 2, 5, 6 и 10 классов. Что касается изменений, есть предметы, их 5, которые в соответствии с обновлёнными стандартами будут изучаться не только на базовом, но и на углублённом уровне. Это математика, информатика, физика, химия и биология. Что важно, в стандарте будет чётко определено и уже определено то, что должен знать, уметь ребёнок в предметных областях. Если говорить об изучении иностранного языка, то по действующим стандартам изучение иностранного языка шло по двум языкам. В соответствии с обновлёнными стандартами будет право выбора второго языка, изучать его или нет, у родителей. Поэтому здесь учитывает согласие родителей. Мы не единожды с вами говорили о том, что у нас три участника образовательного процесса – это педагог, учитель и родитель. Поэтому, безусловно, родитель вовлечён в этот процесс, и согласование с ним будет точно получено. Что ещё важно, в июле этого года в Госдуме был принят закон о трудовом воспитании. И если помните, какой-то период, к сожалению, это выпало из жизни наших детей, а это совершенно неправильно. Ребёнок, не очень удачное слово, но я его применю здесь, должен заниматься трудом, общественно полезным трудом. Я вспоминаю себя. Мы мыли парты, мы мыли доски, мы высаживали деревья, цветы. Никаких разрешений у родителей никто не брал. Совершенно верно. И это задел и сегодняшней, и будущей жизни ребёнка. Так вот, в соответствии с законодательством, теперь согласие родителей не требуется. У нас дети будут заниматься посильным общественно полезным трудом. Это важно. То есть они будут парты вытирать, полы будут мыть, наверное, да? Или как? Парта, доска, высаживание цветов, уход на пришкольном участке. Всё, что посильно для ребёнка того или иного возраста. Ну, для школьников, наверное, ещё какие-то обязанности будут включены, вот эти стандарты. Может, новые предметы для них какие-то появятся? Вот относительно предметов. Мы как-то ранее обсуждали о предмете астрономия. И был запрос, и он есть у ряда родителей. Совершенно верно, на эти предметы. Вот астрономия будет включена и уже включена в изучение раздела физика. Ещё один курс «Россия в мире» будет включена и включена в изучение предмета истории общества знания. Есть интересный курс, который будут изучать в основной и старших классах. Это вероятность и статистика. Это актуальный для современного развития и регионов, и России предмет. Очерчение будет? Очерчение – это решение отдельных взятых школ. И, как правило, это те школы, где есть профильные, предпрофильные классы технической направленности. С 1 сентября для школьников 6-11 классов будет внедрена единая модель профориентации. Что это такое, да, как она будет действовать? Действительно, это так. И эта модель включает в себя три уровня – основной, базовый и продвинутый. Если по часам, то основной – это 40 часов в год, базовый – 60, продвинутый – 80. Для основного уровня – это вовлеченность тех школ, которые участвуют у нас в проекте «Билет в будущее». Для продвинутого уровня – это все те школы, которые имеют предпрофильные классы – инженерные, педагогические, медицинские, биологические. А базовые уровни – это для всех тех школ, которые пока не вошли в какие-либо иные проекты. Это ранняя профориентация, поскольку вы сами сказали, вы в курсе, что с 6 класса. Для нас очень важно, чтобы ребенок, заканчивая основную школу, 9 класс, уже мотивированно понимал, какое направление будущей его профессии ему интересно. И для этого с 6 класса будут проводиться различные мастер-классы, экскурсии на предприятия, приглашения индустриальных партнеров в школу, различные профессиональные квесты, профессиональные тестирования и масса всего другого. Я вспоминаю опять же себя, когда я училась в школе, у нас были профориентационные уроки, и я получала параллельную профессию швея. И мне это действительно в жизни пригодилось. А я киномеханик. Ну, это были, по-моему, старшие классы. Да, это были старшие классы. А теперь уже 6 класс. Ну, профориентации предполагают тесное сотрудничество с предприятиями региона. То есть, вот как это взаимодействие, тесное сотрудничество будет проходить, и с какими предприятиями? У нас большое количество индустриальных партнеров, с которыми мы уже заключили соглашение. Ну, из крупных Авиастар, ну, я по-старому его называю Авиастар, предприятия УАЗ, УКПП, Марс и масса других предприятий, которые вовлечены в жизнь нашей школы. И это очень важно. И ведь те ребята, которые со школьной скамьи участвуют в экскурсиях, в мастер-классах наших предприятий, зачастую принимают решение связать свою дальнейшую жизнь с тем или иным направлением, с которым они глубоко познакомились в школе. Год назад в школах, наверное, не во всех, да, появились советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Вот такое длинное пожелание, да. И приступили к своим обязанностям. Вот в этом году уже, наверное, есть какие-то результаты, да, их работы. И в каких школах они, и что в этом году еще ожидается? Да, действительно, это так. 139 советников по воспитательной работе и взаимодействию с общественными организациями у нас уже работают. Результаты уже есть. По сути, это наставники детства, навигаторы детства. Это те люди, которые сами заряжены новыми идеями. Это те коллеги, которые помогают ребенку сориентироваться в том большом пуле информации общественных организаций. Помогают выстроить свой маршрут развития. И советник по воспитанию – это человек, который выходит за пределы школы в том числе. То есть не только внутри школы проводится работа, а за пределами. Это тот человек, который объединяет детей для реализации их стартапов, интересных проектов. А у нас таких детей много. Мы же родина талантов, у нас талантливые дети. И советник – это человек, который объединяет еще и с родительской общественностью. И вот следующий шаг – мы понимаем, что советники должны родиться, появиться и в организациях среднего профессионального образования, поскольку большая часть детей, и с каждым годом, кстати, цифра увеличивается, принимают решение поступать в колледжи и техникум после девятого класса. И, соответственно, по сути, это те же школьники. С ними также нужно выстраивать работу, но дети, которые приходят в колледж и техникум, они считают себя уже совсем взрослыми. И вот чтобы этот ребенок не потерялся, сориентировался правильно, вот этот взрослый человек, советник, он рядом с ним. – Ну, как бы напутствует, направляет его. – Помогает сориентироваться. – Помогает, да. – Ну, школы 139 – это в городе, наверное, в основном? – Нет, это в целом по региону, да. В основном это школы, где количество детей достаточно большое. У нас есть школы, они сохранены, где деток не так много, это в сельском местности, где детей 10-15 учатся. И советник из крупной школы, находящейся на территории этого муниципалитета, также подключается к работе этих школ. – Уже не первый год Ульяновская область участвует в федеральной программе для средних учебных заведений «Профессионалитет». Какие кластеры в рамках «Профессионалитета» работают и действуют в области, и появятся ли новые какие-то, может, в этом году? – Действительно, проект «Профессионалитет» – это уникальный проект. Это, по сути, соединение предприятия с образовательной организацией. Какое-то время назад у нас образование и индустриальные партнеры шли параллельно, хотя мы решаем одну общую задачу – это подготовка кадров и обеспечение кадрами предприятий региона. Так вот, профессионалитет позволяет и позволил, уже мы видим первые результаты, объединить усилия образования и индустриального партнера. В 2022 году мы впервые зашли в этот проект с Межрегиональным центром компетенции «Авиационный колледж» с «Авиастаром». Данный проект позволяет и позволил нам уже сократить срок обучения, а это важно для предприятия, поскольку вот это плечо прихода новых кадров предприятия, оно сокращается. Следующая важная, на мой взгляд, особенность этого проекта – это гарантированное трудоустройство. То есть ребенок заканчивает профессионалитет и уже четко, гарантированно понимает, куда он будет трудоустраиваться. Третье важное – это вовлеченность работодателя в корректировку составления учебных программ, участие в государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена. И это также сближает и позволяет более точно и качественно подготовить именно для этого предприятия того или иного специалиста. Еще немаловажный момент. Мы, прежде чем объявлять закупки на оборудование мастерских, лабораторий, полигонов, профессионалитета, мы получаем согласование работодателя, чтобы выпускник, обучаясь на том и ином оборудовании, придя на предприятие, не был удивлен, что это несколько иное оборудование. Это, опять же, сокращает путь к профессиональной деятельности того или иного выпускника. В этом году, в сентябре, мы откроем профессионалитет по направлению в сельское хозяйство в Новоспасском техникуме. На следующий год мы уже получили подтверждение, что регион признан победителем по участию в профессионалитете еще по двум направлениям. Это радиоэлектроника с ульяновским конструкторским бюро. И в этот профессионалитет с нами заходит и заходил уже технический университет, технический, наш профессиональный колледж и ОКПП. И еще одно направление – это все, что связано с индустрией, легкой промышленностью. Это наш техникум дизайна легкой промышленности и известное предприятие в регионе Бостон. Ну, список уже большой, да, и выбор есть, из чего выбрать выпускникам. А вот учебный год, он стартует, и насколько готовы школы принять учащихся вообще? Вот все ли готовы? Может, какие-то новые школы появятся в новом учебном году? Может, из среднего звена какие-то учебные заведения? У нас завершилась приемочная кампания образовательных организаций. Все они приняты, школы готовы. Но в этом году мы открыли вместе с нашим министром просвещения Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым и Андреем Анатольевичем Торчаком, первым заместителем председателя Совета Федерации, новый лицей в Димитровграде, лицей ядерных технологий, лицей большой на 1101 место, оснащен современнейшим оборудованием. И рождение этого лицея в Димитровграде не случайно. Именно такого ядерной технологии, потому что известно всем, что это город атомщиков, есть НИАР, сейчас там уникальный центр радиологии и онкологии, есть университет, который готовит по техническим направлениям НИАУМИФИ. И, соответственно, направления этого лицея выбраны физико-математическое и химико-биологическое. То есть ребята будут углубленно заниматься предметами биологии, химии, биогенетика, информатика, физика, математика. И в лицее созданы условия для уже стартапов со школьной скамьи. То есть наука рождается в школе, пока детская школьная наука. Но я абсолютно уверена, что вот этот креативный подход наших детей позволит задел со школьной скамьи на свою и научную деятельность. И что еще важно, в Димитровграде, пожалуй, это у нас единственный муниципалитет, где большое количество детей учат еще во вторую смену. И открытие этого лицея позволяет сократить количество деток, обучающихся во вторую смену. Не на 100%, но максимальное количество уже детей смогут вторую половину дня занимать дополнительным образованием. Дополнительное образование организовано в этом лицее во вторую смену, как и в большинстве школ. Мы сокращаем путь ребенка от учебной деятельности к дополнительному образованию. И поэтому в регионе создается большое количество мест в дополнительном образовании. У нас сейчас охват дополнительным образованием 83%. На следующий год, в 2024, мы планируем немного эту цифру подрасти до 86%. Мы участвуем в проекте «Успех каждого ребенка». И в этом году мы также создали дополнительно 5600 новых мест в школах разных, и в сельской местности в том числе. И направления разные. Мы добавили в этом году все, что связано с туризмом, со школьными театрами. Открываем в сентябре «Кванториум» при 6-й школе города Ульяновска. Открываем «Айтику» при 74-й школе. В четырех школах сельских отремонтированы спортзалы по, опять же, национальному проекту образования. И движемся дальше. Мы на этом не останавливаемся. У нас много еще проектов в работе. Наверняка вы про них слышали. У нас начато строительство большой школы с пансионом в Новоспасском районе. У нас до конца года будет совершено строительство второго корпуса в Троицком Сунгури, тоже Новоспасский район. Образование не останавливается на месте. Спасибо, Наталья Владимировна. Успехов в новом учебном году. Да. И вам тоже, уважаемые зрители. До свидания. Всего доброго.